ЛЮДСКИЕ БЕГА Профессии, физической формы и жизненных предпочтений посредством спорта, здорового образа жизни идут к своей цели. Двум командам предстоит проходить сложные экстремальные испытания. ЛЮДСКИЕ БЕГА Это проект, где адреналин не совладает с эмоциями. ЛЮДСКИЕ БЕГА Для тех, кто готов побеждать. В этой серии вы увидите топ слабейших участников реалити-шоу «ЛЮДСКИЕ БЕГА», которые по тем или иным причинам вылетели из шоу. Итак, возглавляет топ слабейших Евгения Саваровская. Она не справлялась с испытаниями из-за неуравновешенного психического состояния, о чем сообщил клинический психолог проекта. Во время консультации у Жени актуализировались очень сильные эмоции. Она обозначила такие эмоции, как гнев, злость, ненависть, отвращение. Максим, вот честно, ты реально очень подставил нашу команду. Вот тебе вот так. И вот так. Сергей, мне кажется, вообще зачем Вера пришла на проект? Мне кажется, вообще не формат. Ну вот, мне кажется, ей здесь не место. Во-первых, уже, ну, сами понимаете, возраст. Во-вторых, мне кажется, вот она работает на заводе за станком. Вот пусть и работает, но, честно, без обид. Я рада очень, что это гламурная Ива, которая из себя, не знаю, что представляла, меня унижала, оскорбляла, что я с завода. Я горжусь, что я работаю на заводе. И я рада, что она, как слабое звено, вылетела с этого проекта. Евгения Саворовская изначально мне показалась рафинатом. Очень чувствительная, очень ранимая в душе. И в итоге ее вышвырнули из проекта как слабейшую. И туда ей дорога в дальнейшем она бы не справилась с испытаниями и эмоциональным накалом. Также в топ слабейших участников попала Татьяна Денисова за неспортивное поведение, сплетни и хамское поведение. Можно поменяться? Я не буду проходить. Я шить не смогу, вы что? Да снимите меня! Я не подниму. Если честно, я очень рада, что Татьяна Денисова ушла. У нас в последнее время возникали одни конфликты. И мне это не нравилось. Не то, что я чувствовала в ней соперницу, с ней соревноваться было невозможно. Физически она не подготовлена. У нее работают только руки. Она шьет, шьет, постоянно шьет. Ну и пусть шьет в своей коморке. А нужно уступать место молодым, красивым, спортивным девушкам. Слабейшей оказалась и Людмила Кацуба, которая никак не проявила себя в проекте и постоянно ссылалась на свое больное плечо. У нас с вами была травма. Конечно, то, что сегодня выполняли ребята, для вас оно пока недопустимо временно. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем Людмила Кацуба пришла на этот проект. Если она изначально знала, что у нее серьезная травма руки, ну она, наверное, догадывалась, что она не сможет принимать участие в испытаниях, где нужна физическая сила, связанная с поднятием каких-то грузов тяжелых руками именно. И вообще она как бы выделялась в плане слабейших участников. И когда она ушла из проекта, даже команда стала как-то ярче. И как я говорила в начале проекта, что женщина – это не слабый пол, а гнилые доски. Так вот, Людмиле Кацубе стоит задуматься над этой фразой. Людмила. Мне она изначально очень сильно нравилась, у меня были на нее надежды большие. Но она совершенно потерялась, совершенно на фоне других была незаметной, невыразительной. Ну, поэтому таким, как она, к сожалению, тоже не место в проекте. Также из проекта вылетела и Оксана Шатохина. За постоянные конфликты с участниками, наставниками и диетологом проекта. Ну, предпрощайте, так нельзя. Максим Анастасич, это реальное издевательство. Это просто невозможно. Я просто рад предупредил, у меня больной коллегой. Я сегодня не могу выдержать. Я не знаю, честно, я вот на самом деле, у меня просто, вот на правде, я пришла, я просто в бешенстве. Ну, реально, ничего не помогает. Мне, конечно, простите, но просто не помогает. Я на данный момент сейчас очень возмущен из-за того, что проект покинула Оксана. То есть, как бы, у нас с ней уже, можно сказать так, были уже и отношения. То есть, и добивался я ее, и потом все-таки расположение ее, как бы, она более-менее открылась. И тут она просто берет и покидает проект. Я не знаю, у меня куча мыслей в голове, но правильно я не могу составить, я не знаю, ряд своих мыслей, почему она ушла. Я просто могу сказать то, что она сделала по-свински. В числе слабейших оказалась и Залина Сапожникова. На самом деле, на проекте очень много слабых людей. И в нашей команде такие присутствуют, и в другой команде такие присутствуют. Но другая команда мне вообще не нравится. Залина. Залина очень клевая была. Одна, как мне казалось, из самых достойных претендентов на победу в моей команде. Но это тоже была иллюзия. Безответственным оказался и Саймон Кваси. В своей команде он не принес ни одного балла и вылетел из проекта, как слабейший. Я здесь, чтобы сделать вас интересен, я здесь, чтобы сделать вас счастлив, я здесь, чтобы дать вам шоу. Вы чувствуете интересен? Изначально Саймон поставил слишком высокую планку для себя. И в конце концов, он не смог ее преодолеть. Он считал себя спортивным, выносливым человеком. На факте, на деле оказалось не так. Я, в принципе, даже рад, что он покинул проект, потому что на проекте таким не место. На проекте место таким, как я, например. Спортивным и выносливым. Я, конечно, в шоке от того, что моя команда оказалась в топе слабейших. Так хорошо начали и так стремительно упали. Я могу сказать, что даже в каком-то роде у меня разбито сердце. Потому что я в каждого из этих людей верила. В каждого вложила душу. Даже Саймону был оказан огромный кредит доверия. А ты знаешь, вообще мое отношение к таким, как Саймон. И я жду не даже, когда Спайф познакомит меня с новыми участниками. Я очень надеюсь, что они будут более достойными, более сильными. Ну что, дорогие друзья, я приветствую вас на очередном экстремальном испытании. Привет! Я рад вас приветствовать сегодня в обновленном составе. У нас есть сильнейшие участники. Поднимите руки. Вот они. И есть новенькие. Поднимайте руки. Меня зовут Александр. Я работаю мастером отделочных работ. Пришел я сюда на проект, чтобы доказать всем старичкам, что есть здесь лучшие и намного круче. Ну что, хочу спросить у новеньких, как ваш настрой? Супер! Положительный. Елена! Ну, если честно, настроение хорошее, но не очень уверена в своих силах. Меня зовут Елена. Я работаю ведущим инженером в отделе финансовых расчетов. Ну, работа у меня очень серьезная, поэтому для души я занимаюсь творчеством. Ну, вполне даже серьезно пою, играю в театре. Ну, естественно, как творческая личность, я все время что-то ищу, и мне хочется пробовать все время что-то новое и новое. И поэтому меня привлек очень этот проект. Итак, друзья, ну что, много говорить не буду. Сейчас вам представлю вашего инструктора на сегодня. Это Сергей. Давайте поприветствуем. Здравствуйте. Сегодня будет марш-бросок на 5 километров. Временно марш-бросок 45 минут. Вы находитесь на полуострове. Влево-право вода. Вы должны дойти до меня, найти меня в конце маршрута, примерно, ну, где-то километров через 5. По пути вас будут ждать засады. Будем по вам стрелять резиновыми пулями. Очень хорошая мишень. Желкая корточка. Меня зовут Мария. Я увидела шоу по телевидению и захотелось принять участие. Надоела офисная работа, потому что как-то без движения, без всего, без каких-то развлекалок. Вот захотелось мне немножко посмеяться. Может и найти для жизни партнера. Если вы видите, что по вам стреляют из-за того-то куста, нужно, продолжая движение вперед к своей цели, обегать как можно дальше, чтобы через ветки до вас пули резиновые не достали. Это не игра, будет очень больно. Понятно? Лена, что вы так взяли? Вам нравятся темы игры с резиновыми пулями? Я в шоке. Не, ну мы будем стрелять по вам издалека, чтобы... Да я боюсь, на меня издалека... Меня легко попасть. Ну, на самом деле, мне кажется, Елена это просто ужас, а не человек. Мне кажется, она просто пришла сюда за хайпом. Потому что, ну как можно с такой фигурой прийти на спортивный реалити? И вполне возможно, что кто-то будет ошибаться. Не надо, как стадо баранов, бежать за тем капитаном, потому что он впереди бежит. Вполне возможно, что он бежит на туда. Сами выбирайте себе путь. Не бегайте гуськом. А подсказки будут какие-нибудь? Куда бежать-то? Никаких подсказок. Там вода, там вода. 5 километров прямо. Так вот, начальная точка здесь, а конечная тоже здесь. Конечная точка, там до конца воды упрёте, всё, я там буду вас ждать. Понятно. Ну что, дорогие друзья, это был инструктаж. Инструктаж, мы начинаем! Мы здесь. Я вас буду ждать. Вот в этой точке. На старт, внимание, пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну мы не можем тебя бросить. Мы команда. Я понимаю, мне от этого, знаете, как плохо. Ты в нашей команде. Сейчас я вам пою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не преувеличиваю, я действительно была в шоке. Мне захотелось рыдать, плакать, орать. Я проклинала Тюпаева, который мне сказал, Лена, сама понимаешь, ну это же шоу, будет всё лайтово. Когда я сомневалась в своих силах, он мне, значит, вот так всё рассказывал. Меня трясло, меня колбасило. А я думал, я сдохну просто. Вот реально сдохну там просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда молодости нашей. Так, ну что, первый лёгкий прогулочный этап у нас закончился. Если эта команда, конечно, хорошо бежала, но... 1-1, ребятки, вы убиты все. Вы что, как бешеные на автомат-то прёте, а? Мне пришлось вам под ноги стрелять, чтобы в ноги не попасть. Что, выиграли, да? Шишу. Тум-тум. Все убиты. 1-1. Всё, никто не выиграл, не проиграл. Ура! Это красавчик. Ура! Нас обстреляли, мы напугались, разбежались по лесу, потерялись. Ну, такой адролин, конечно, был, но и в то же время и страшно, и нужно было бежать к цели. Но мы бежали. Второе задание. Скрытно перейти в заболоченное место. Маскировка в первую очередь. Выиграет тот, кто не только быстрее дойдёт, а будет идти двумя командами одновременно. А кого я не увижу. Я вам даю 4 фломастера, маскируйте себе лица, 3. И потом я дам команду на старт. Маша, она старалась держаться в команде, прям полотничком-полотничком держалась. Особенно держалась за мужчин. И мне кажется, что она, скорее всего, пришла на проект искать мужчину в себе. По новому участнику, который Саша. То есть, как бы, на первый взгляд, тоже, как бы, нормальный. Но потом я смотрю на него, и, как бы, я с ним общаюсь. Он какой-то, я не знаю, мутный типок такой, какой-то. То есть, он вроде и говорит так, как надо, и в другую сторону он, как бы, отказывается от своих слов. То есть, скажет, допустим, надо по кустам бежать, или еще что-нибудь. Потом через минуту, оказывается, мы бежим по кустам, он бежит рядом, то есть, вообще, где кустов нет. То есть, он либо себя бережет, либо что. То есть, как бы, он для меня еще, как бы, я его с хорошей стороны не видел. Голова торчит! Прятая их в кусты. Одна команда справа, другая слева, чтобы ничего я у вас не видел, ни одного. Чтобы ни одной головы не увидел. Одежду прячем. Желтую майку вижу. Недочок. Если честно, я все-таки, когда смотрела это шоу по телевизору, думала, что по большей части это, ну, постановочное. Но, когда в следующем испытании меня Тюпаев, ну, вместе со всеми, конечно, со всей командой, завел в болото, от которого не то, что от вида страшно становилось, там запах такой стоял. Не успеешь ногой наступить, уже засасывай даже меня. Я думала, меня там засосет полностью. А там еще сказали ползти и в темпе. И чтобы торчала только одна голова, я не знала, куда мне деться, откуда мне брать силы. Машины меня на голову. Ниже они только головы. Но последний, но ты проиграл. Саша, кто из вас последний вылез? Проиграли. Ну, что я могу сказать про наместников Александра? Он меня с первого дня начал бесить. Схватил меня в болоте за ногу, потащил. Хотел удержать, но я не сдавалась, боролась, билась. Это правильно делал. Это борьба. Мужчина-женщина? Честно, сейчас нечестно-нечестно, а кто выиграет? Хорошо, ладно, я вас услышала. Я говорю, когда меня не провоцирует, никто не обижает, меня не трогает, я тихая, спокойная. Всем привет! Сегодня наше любимое место обсуждений. Прекрасная яхта, Волга. Как ваше настроение? Я не хочу узнать. Отлично. Отлично. Прекрасно. Там все болит. Болит все. Я как бы на этой неделе решил придумать название командам, чтобы мы вас хорошо отличали. Итак, вашей команде я даю название Адреналин. Ну, а ваша команда будет называться Динамит. Я сейчас хочу, как бы, повеселились, порадовались, но хочу сейчас услышать негативные отзывы о работе противоположных команд, о работе, как ваши участники в вашей команде, кто не справился с данным испытанием. Поехали. Я считаю, что их команду тянет на дно. Никто не тянет, Карин, на дно. У нас была цель прийти, просто прийти, а не первым прийти. Да, чтобы весь команда не бросит никого вместе. Мы ее не бросили. Мы не бросили, и она так же старалась. Ты смотри, мне нравится настрою команды. Они начали защищать Лену. Лен, ты как там? А Лена улыбает. Спасибо. Давайте вверх, руки, ура! Команда, конечно, молодец. Ну, вот мне Саша не очень нравится. Почему? Ну, слишком он себя так вызывающе ведет. Хамовато. Хам! Да. Какая месть! Да, меня обижал. В одном испытании. А еще вот я могу свое наблюдение сделать. Мне кажется, соседняя команда очень обрадовалась, когда у вас появилась я. Конечно, обрадовалась я. Они сразу подумали, что, ну, слава богу, на дно буду тянуть свою команду. Вот. И смеялись. Ну что, дорогие друзья, сейчас я вас услышал, я вас понял, но у нас главный приз – это статуэтка бегущего человека. И она достается сильнейшей команде недели. И сегодня эту статуэтку я вручу. Как вы думаете, чьей команде? Леги. А почему? Наши. Наши, конечно. Ну, вы знаете, на самом деле вы сильнее, я не спорю. Но на этот раз я не дам вам статуэтку, я дам статуэтку противоположной команде. Потому что, несмотря на то, что у них была такая участница, как Лена, они не бросили ее. Они дошли вместе с ней. И мне здесь понравился больше командный дух. Ну что, Адреналин, это награда ваша. Ура! Спасибо вам, команда. А почему только им статуэтку, но нашу тоже не бросили, когда я тяжело была. Да, мне было очень много. Моя брошу уже много в спине, я висела. Мало ли что, вы на спине, блин, ну тоже не сравниваете. Они меня говорят, вы более физически подготовленные, посмотрите на нашу команду. Физически подготовленные вы более? Раз такое дело, раз у нас сегодня новый состав, и все-таки я люблю менять правила, так как вы работали без наставников, я еще одного человека вручаю у вашей команды. Держите. Карина! Ура! Пошел, Сергей. Набираемся новых сил. Следующая неделя будет еще сложнее. Вперед! Спасибо, что вы есть. Спасибо. Людские бега. Это проект, где адреналин не совладает с эмоциями. Людские бега. Для тех, кто готов побеждать. Реалити. Сергей, здравствуйте. Очень рада приветствовать вас в Самаре. Самара вас любит. Скажите, знаете, такой обобщающий вопрос. Откуда рождается юмор? Вот эти вот приятные, клевые шутки. Это как-то по ночам. Либо там надо попить кофейку, чайку. Есть какие-то такие секретики? Ну, самое главное, что никаких наркотиков. На самом деле, это рождается у людей, которые не шутить просто не могут. Вот они объединяются в кучки, в команды, идут там в КВН или берут и ищут микрофон на районе, чтобы прочитать стендап. Или просто сидят у себя, не знаю, в комнатке что-то пишут, а потом это вываливают, снимают на телефон, вываливают в интернет. И потом эту короткометражку, например, показывают где-нибудь на кинотавре. Ну, то есть находят свои пути для того, чтобы пробиться. Это люди, которые, с одной стороны, они счастливые и одаренные, с другой стороны, они обречены. Потому что без этого какого-то портала творчества и без признания людей они не могут быть счастливыми. Я почитал биографию, да, знаю, что ваши родители, ну и вы закончили железнодорожную академию. Как так? Ну, как, у меня, на самом деле, еще до родителей, бабушки, дедушки, и у них там дальше у нас три поколения железнодорожников. И я просто, ну, я думал, как это произошло вообще, как это может быть, что все кругом железнодорожники. Мы живем в железнодорожном районе, я учусь в железнодорожной гимназии, мы живем недалеко от ЖД вокзала. Я учусь в университете путей сообщения, ну, это просто вообще. И у меня была такая, наверное, идея, вот я в которую поверил, что много-много лет там назад Николаю II, у меня какой-то мой прадед, наступил на ногу во время... Он был обходчиком, обходчиком первых путей железнодорожных, которые были. И он вам скажет, что будь ты проклятый, ты и все твои дети, и внуки, все будут работать на железной дороге, будут рельсы укладывать. Вот, я очень рад, что я разорвал этот порочный круг. И, кстати, ну, не факт, что до конца жизни я еще не вернусь на железную дорогу, но я очень для этого многое сделаю. Ну, в общем, я надеюсь, что на мне проклятие закончится. А не думался ли какой-нибудь такой образ железнодорожника посмеяться, высмеять? Ну, идеи были. То есть для того, чтобы, например, в нашей Раши в одном из сезонов вышло, например, 8 персонажей, мы придумали 70. То есть вот такой у нас коэффициент был. И для того, чтобы вот эти 70 придумать, то есть мы тратили годы для того, чтобы выбрать потом лучшее, такое, которое бы зашло в народ. Вот, поэтому и там были и железнодорожники, и, ну, ментов там мы прошлись, менты, проститутки. Это без очереди у нас в нашей стране. Вот, и журналисты, кстати, были, кстати, вот, к сожалению. А, нет, Джори Квартанов все-таки сделали, да, в принципе, корреспондента. Но мы проходились по всем. И железнодорожники, ну, вот, не успели. Но, может быть, когда-нибудь я туда вернусь. Сереж, а были когда-нибудь какие-то сценарии, роли, от которых вы прям категорически отказывались? Ну, они возникают каждый месяц. Если бы я соглашался на все предложения, которые поступают, то фильмы с моим участием выходили бы, ну, примерно раз в два месяца. Вот, шесть фильмов Цитлакова в год, это стошнит даже меня, поэтому разговора нет. Ну, я стараюсь, честно скажу, серьезно относиться к выбору, к выбору того, чем заниматься. Будь то телик или кино. И поэтому пришел к тому, что, скорее всего, лучше писать самому и со своими друзьями, чтобы верить в то, что ты делаешь. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это наша рубрика «Время экстрасенсов», где мы вместе с нашим экспертом по экстрасенсорике Татьяной Жмакиной отвечаем на ваши вопросы. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Татьяна, сегодня также необычные вопросы от наших телезрителей. Готова? Конечно. Ну, давайте сразу перейдем к делу. Вот пишет нам Игорь, 44 года, с таким вопросом. У меня несколько необычная проблема. Дело в том, что прохожие на улицах, в общественных заведениях, в магазинах проявляют ко мне нездоровое внимание, и я не знаю, с чем это связано. Как-то странно разглядываю, без явных дефектов внешности или поведения. Кто-то смотрит плохо скрываемой агрессией, некоторые со страхом, другие с намерением задеть, оскорбить. Господи, какой-то ужас вообще. Есть ли выход из этой ситуации, каковы ее основы? Я совсем запутался, помогите, пожалуйста. Вот Игорь, 44 года, есть фотография, может, посмотрите, что это такое. Если явных дефектов нет, народ смотрит, оборачивается. Очень интересно. Ну, здесь четко идет, и причем даже в глазах у него, в принципе, я думаю, Сергей, даже если вы посмотрите, сами увидите, здесь четко идет у него подселение. Видите по глазкам у него такие глаза? Ну, необычные, скажем так. Вот по... Поэтому здесь видно, поэтому и люди так реагируют. Подселенец, он же злой. Поэтому, естественно, люди, где-то у кого-то ответная идет реакция, кто-то, наоборот, почему переходит на другую сторону или старается стороняться Игоря, ну, потому что не хотят на конфликт идти, да? И просто человек, сам того не подозревая, ну, может, ну, искачать зло, скажем так, потому что там есть подселение. Нужно убирать, нужно идти к тому, кто этим занимается. Угу. И что прям такое бывает? А как вот улица? Вот как люди обращают на это внимание? Его как-то видно со стороны? Ну, вы подсознательно чувствуете, понимаете? На подсознании вы просто чувствуете, что от человека идет негатив. Вроде вам улыбается все, но негатив. Особенно, когда смотришь в глаза, ну, грубо говоря, когда там бес сидит, и у человека вот это зло в глазах. Ну, сами же даже на фото видите. Поэтому, да, он вроде здесь на фото улыбается все, глаза, все выдают в глаза. Не зря же говорят зеркало души. И через это все видно. Поэтому люди пытаются, ну, устраняться, не хотят связываться. Да. Давайте следующий вопрос. Меня зовут Евгения. Три месяца назад я вышла замуж, но на самой свадьбе произошло неприятное событие. Среди подарков я нашла букет искусственных цветов с кладбища. Тогда подумала, что это ничего не значит, и это просто злая шутка. Но с тех пор муж стал сильно болеть. Врачи не могут поставить диагноз. Скажите, что с ним и как ему помочь? Ну, я думаю, там не только с ним. Она, может, про себя и не пишет. В общем-то, сделано на семью. Такие вот... Ну, это идет на развал семьи, это идет на болезни, потому что это далеко не шутки. Кладбищенские вот эти все темы. Забрали то, что вот... А как эти кладбищи? То есть приходят на кладбище и... Ну, приходят, забирают в кладбище. Оно же там пропитано уже вот этой некротической энергией. Ну, энергии мертвых. Плюс забрали. Понимаете, вы забрали с могилы. Это, грубо говоря, я приду к вам домой, у вас что-то заберу без спроса. Будете за мной ходить и говорить, отдай, отдай. Так что там. Ходят, отдай, отдай. Принеси мне обратно. Мне понятно, что они сейчас это все выкинули. И, ну, там, может, сожгли. Я не знаю, как. Понятно, что они вернули обратно, потому что не знаю, где это было взято. Ну, желательно, конечно, если вдруг, все это возвращать. Нет, значит, нужно просто чистить. Тем более, муж разболеет. Скорее всего, там вот этот дух к нему прицепился и заставляет его жить своей жизнью или просто тупо его ездить. Были даже такие случаи. Просто, знаю, в гостинице в Турции обращались. Ну, там жили в номере две девочки. Они после них уехали, никто там жить не мог. Почему? Потому что стали разбираться. Ну, попросили там друзей много в Турции. Попросили, я посмотрела. Стали разбираться, там пришел дух. До того, как там, значит, жили вот эти две девочки, они ходили на кладбище и взяли какие-то там камешки себе на память. Они их увезли. Как они жили в этом номере, он просто ходит, что отдайте, привезите мне на место. Ну, девчонки уехали, все, да, ну, пришлось, конечно, поработать, собрать его. Поэтому далеко не шутки, все это не безобидно, даже вообще в принципе с кладбища ничего брать. И, конечно, у меня непонятен. Вот обычно люди приходят, едят, пьют. Мало неуважения к ним. Если вы хотите помянуть, ну, помяните это все дома. Тут как бы усопшие это все делают. Ну, не знаю, для меня это очень странно. А уж что-либо забирать, а тут тем более. Татьяна, следующий вопрос. Больше месяца мучают кошмары один и тот же сон. Вижу собственную смерть. Что это? Просто фантазия или реальное предупреждение? Дмитрий, 40 лет. Надо по сну уже здесь конкретнее разбираться. Это может быть предупреждение, чтобы был, опять же, смотреть, а этот сон, как он там. Это с аварией может быть связано, значит, как предупреждение, аккуратнее за рулем. Или что он видит? Здесь вот такой вопрос не очень корректный, скажем так. Ну, давайте, следующий вопрос. Недавно ко мне по соседству переехала женщина. С виду ничего особенного или странного, но каждый раз после общения с ней становится плохо. Особенно от ее взгляда. Что это такое? Как обезопасить себя? Марина с 49 лет также фото прилагает. Посмотрим. Да, здесь дело-то не фото. В принципе, здесь дело в соседке. Это вот фото Марина-то оно. Здесь просто эта соседка, скорее всего, энергетический вампир. С ней пообщалась, ее поел, естественно, ей потом плохо. Вот и все. И то, что взгляд нехороший, ну, естественно, да, у нее же тяжелый взгляд, как правило, у вампиров. И поэтому, конечно, ей же будет плохо, поэтому нужно. Как защититься? Ну, элементарно. Увидели соседку, подходите, там общение не избежать или еще что-то. Ну, да, мы же все хотя бы раздороваемся. Зеркало лицом к соседке, чтобы отражалось все к ней. И все, и будет вам счастье. Ну, в принципе, все логично. Спасибо, Татьяна. Дорогие друзья, сегодня была наша рубрика «Время экстрасенсов» вместе с экспертом по экстрасенсорике Татьяной Жмакиной. Татьяна, спасибо, что были с нами. Мы вам желаем всего самого крутого. Смотрите «Ритмы города». До следующего воскресенья. Концептуально новый вид отдыха на воде «Плавдом Арго». Ваши значимые мероприятия с абсолютнейшим комфортом. Деловые встречи, речные прогулки, корпоративы, дни рождения и свадьбы будут интересны и оригинальны с «Плавдомом Арго». Заходи на наш сайт «Плавдомарго.ру». Звони 8-9-2-7-7-24-26-48. Хочешь попасть в экстрим-реалити-шоу Сергея Тупаева «Людские бега»? Хочешь через испытания доказать, что ты лучший? Звони 214-0606. Реалити «Людские бега». Ясновидящая, маг, медиум, Татьяна Жмакина. Запись к экстрасенсу по телефону в Самаре. 922-53-83. 922-53-83. Хочешь попасть в экстрим-реалити-шоу Сергея Тупаева «Людские бега»? Хочешь через испытания доказать, что ты лучший? Звони 214-0606. Реалити «Людские бега». Ясновидящая, маг, медиум, Татьяна Жмакина. Запись к экстрасенсу по телефону в Самаре. 922-53-83. 922-53-83. 922-53. 1022-53. 1022-53-83. Ду-ду-ду-ду-ду